Напоминаю, этот канал не коммерческий и нуждается в вашей поддержке, денежно-информационной и технической. Так как канал теперь под постоянными санкциями разной степени тяжести, подпишитесь на резервные ресурсы. Все данные в инфобоксе под любым видео. Спасибо всем откликнувшимся. Гражданская казнь Богомолова или один день в либеральной России будущего. Григорий Игнатов, журналистской правде за 11 февраля 2021 года. Невиданным интеллектуальным взрывом озарился Рунет. Детонатором послужил текст режиссера Константина Богомолова «Похищение Европы версии 2.0». Статья эта мной уже озвучена и залита у меня на YouTube-канале. А уж там пошла такая цепная реакция, что окошки мониторов выбило во всей либеральной тусовке. Не полные сутки прошли с момента публикации и уже все, все так называемые лучшие люди и так называемые честные сайты выразили свое мнение. Ну как выразили? Точнее уж провизжали его, проскрепили зубами, нарисовали помоями на желтом снегу. Это что-то невероятное. Кажется, суммарная мощность ректального зарева далеко превосходит все люмены объединенных фонариков, которые грозятся зажать 14 февраля. Чтобы оценить масштаб разрушений, нужно подниматься все выше и выше. И вот уже на границе стратосферы, где закругляется край земли, охватывая шоком развороченные возмущением бложики и твиттера, эхи Москвы и Медузы, немецкие волны и радио Свободы, Шендеровичей и Ерофеевых, а также саму новую газету, которая пытается выжить в эпицентре взрыва. Итак, если вы не знаете, кто такой театральный режиссер Константин Богомолов, то ничего страшного в этом нет. Но человек такой, второй муж Ксении Собчак, в хронологическом, а не гаремном смысле слова, то поддерживал протесты 2011 года, то был доверенным лицом Собянина, обычный, короче, богемный персонаж. И текст у него, если честно, тоже довольно обычный получился, то есть местами неплохой, меткий, но с массой каких-то интеллигентских всхлипов и взвизгов, неловких обобщений и пафосных восклицаний, но в целом, подчеркнем, актуальный, на злобу дня, и потому, надо признать, достойный и внимания, и одобрения. В двух словах, о чем там речь. Вот раньше была Европа, пишет Богомолов, и там существовал идеал сложного человека, человека с правом на достоинства и недостатки, на любовь и ненависть, на конфликт и позицию, а сейчас все упрощается и выхолощивается. На место тоталитарного государства пришло тоталитарное общество с такой же разнозданной безнаказанностью и кнутом травли, и астракизма загоняет всех в единый загон новой этики. Ну и про БЛМ, сексуальную контрреволюцию под видом борьбы с харассментом и так далее. О чем все в курсе и так. И финал. Благодаря стечению обстоятельств мы оказались в хвосте безумного поезда, несущегося в босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти. Надо просто отцепить этот вагон, перекреститься и начать строить свой мир. Заново строить нашу старую, добрую Европу. Европу, которую мы мечтали. Европу, которую они потеряли. Европу здорового человека. В общем, пересказ последних книжек Пелевина своими словами. Но все равно спасибо. Прежде чем дать панораму горящей либеральной тайге до горизонта, чуть задержимся на самом содержании манифеста Богомолова. Буквально на одном моменте. Даже если напрочь отказать автору в каком-то историосовском кругозоре, как это поспешили сделать все те, кого мы ниже процитируем, одну вещь он ухватил чрезвычайно точно. Запад сознательно отказывается от сложности как интеллектуальной и культурной парадигмы. Это только кажется, что если появятся люди 40 гендеров, то общество расцветет тысячей цветов. Фиг там. Просто все вместе эти 40 гендеров будут составлять 10% населения, остальные 90 заткнут рот. В нацистском обществе человека стали натаскивать как собаку на ненависть к новому. В новом этическом рейхе человека натаскивают на любовь и лишают права свободно ненавидеть. Даже не ненавидеть, а просто не любить. Люби скотина, а то все зубы выбьем. И чтобы эту истину донести максимально доходчиво и до самого Богомолова, и до тех своих, кто будет иметь неосторожность с ним соглашаться и постарались, лучшие люди в кавычках. Так, с чего поначать? Все такое вкусное! Ну вот, пожалуй, для аперитива. Ссылочка. Ой, цитата. Теперь явилось целое стадо новых могильщиков, не помнящих прежних, но вылупившихся из одного с ними яйца. Что за яйцо? Это сущность неочи поучать ученого человека. Не любить Запад значит расписаться в собственном убожестве. Не лучше ли таким же требовательным взором, дорогой манифестант КБ, посмотреть на себя и свою родину, страной, из которой за последние годы сбежали миллионы талантливых людей, страну дощатых сортиров и невероятно низкой продолжительности человеческой жизни? Кто это у нас так вежлив, так тонок в своем оппонировании? А это писатель Виктор Ерофеев. Знай, говорит, неучи свое место. Ты обитатель страны дощатых сортиров, убожество и сайт хороший. Немецкая волна. Учит прямо из Берлина свободомыслию, диалогу, дискуссии с... Ну что, разогрелись? Теперь можно и первое блюдо. Правда, оно воняет. Да это повар такой, вы его знаете. Шендерович. Любитель матрасов. Все это прежде всего пошло, но и лживо, разумеется. В тексте не продохнуть от подлогов. Зато какой стиль, какие метафоры. Как говорилось в старом анекдоте про любовника, запертого на ночь в парфюмерном шкафу. Мадам, умоляю, кусочек... Многоточие. Кусочек, понимаешь? Сам ты, Витя, кусочек этого самого. Да. А мы продолжаем. Наш победитель в ругательной номинации, этот емкий перл, манифест Богомолова, вопль испуганного фашиста, добавить нечего. Так подтвердить смысл текста это надо уметь. Но ведь помимо ушатов помоев, нужно для проформы и немного конструктивной критики. Ведь помимо расстрелять как бешеных собак, требуется же и некое опровержение. На эту непростую задачу налегла интеллектуальная элита. Налегла и отлегла. Вышло очень кисло. Он ошибочно принимает проблемы, возникающие при переходе с одного уровня эволюции на другой за кризис гуманистической идеи, называя это убийством сложного человека. Это Иван Верыпаев спасает честь новой газеты. Этот ответ Верыпаева у меня также уже записан и опубликован на ютуб канале. Веслом отпихивая от нее цепляющегося попутчика. Да, опубликовали мы твой текстик, гад, чтоб все твое нутро кулацкое увидели, а теперь тони давай. Мудрый человек, гражданин Верыпаев, виден опыт. Товарищ Богомолов ошибочно принимает частные трудности за общие проблемы нашего строя. И нам предстоит разобраться по невежеству или злому умыслу. И тот же сам дает ответ. По умыслу, конечно, его статья, а точнее манифест, на самом деле является оправданием двух простых вещей. Первый – нарциссизма, второй – своего рода политического разворота в сторону служения власти. Так вот, ты кто? Продажная, самовлюбленная тварь, которая недостойна нашего ответа. Но мы ответим – чушь. Вот наш ответ. Сложность и непонятность – это фишка постмодернистского режиссера конца 20 века. А новое искусство – это искусство простого и понятного, это искусство ясного. Шутки про босса и секретаршу, как и про черных, исчезнут. Но это не крах цивилизации, а это новый эволюционный виток. Понял, вредитель? Не крах, а виток. Эволюционный. Все. Увести. Вот так, по заветам нового искусства, просто и понятно, и главное ясно. Ну, а чтобы уж вообще никто-никто не заподозрил честного человека Вырыпаева, в малейшем сочувствии к этому выродку либеральной семьи Вырыпаев пишет святую мантру. Да, для номинации на Оскар теперь нужно, чтобы в фильме были афроамериканцы. Ну и что? 200 лет этих людей держали в рабстве, сейчас время платить по счетам. Ну и что? 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 Вместе с эхом затихла и умерла логика и свобода слова. На фоне этих откровений совсем небрежно выглядит сочинение. Зам главреда, обратите внимание, о позиции СМИ поспешили заявить официальные их представители. Эхо Алексея Соломина. По большому счету, все эти общественные чаяния опередили хорошо всем известный... Опередил хорошо вам известный кот Леопольд своей фразой. Давайте жить дружно. Ну да, с нулевой толерантностью к тем, кто с этой фразой не согласен. Алексей, вы как-то слабо подготовились. Вы критиковать должны, а не поддакивать. Садитесь, два. Не верим в вашу искренность. Но в самом финале надо ждать слова и самому Богомолову, который пытается что-то сказать в рамках проработки и допроса под видом интервью, которое ему устроила Светлана Рейтер из Медузы. Совершенно не обязательно читать все интервью. Просто поверьте нам на слово. Главный абзац там вот этот. Дайте мне ответить. Это вот, кстати, пример, почему журналистика стала пропагандой. Вы не можете дотерпеть до ответа, потому что я для вас не интервьюируемый, а оппонент. Вы говорите со мной как с оппонентом, а не с человеком, чьи мысли вы хотите узнать. Оппонент? О, это ты слишком мягко выразился. Пади не ожидал, что твой эксперимент над собратьями удастся с таким фантастическим успехом. Ты изгой, еретик, убожество, выродок и так далее. Да, и кусочек, потому что покусился. И не жди пощады. И никогда, слышите, никогда эти люди не должны прийти к власти в России. Потому что они адепты этого самого нового этического рейха. И они вот прям сейчас на наших глазах показали, как будет расправляться с теми, кто будет отличаться от них в образе мыслей. Всего за сутки они смогли устроить тот самый босховский ад с гендерно-нейтральными чертями, который якобы неверно описал автор похищения Европы. А если им дать больше времени и возможностей? Вот и думайте. Григорий Игнатов. Гражданская казнь Богомолова или один день в либеральной России будущего? Гражданская казнь Богомолова. Продолжение следует...